Их именами названы улицы города. За одним из столов летнего читального зала ребята проверяли свою память и знания выдающихся учёных, создателях атомного проекта. За другим вспоминали, какими скульптурами богат закрытый город. Ещё один стол посвятили духовному направлению. На игровой карте юным читателям библиотеки Маяковского предлагали найти все храмы города. Мы угадывали герб нашего города, разгадывали разные головоломки, там рыбы, птицы, кроссворды. Ещё мы разгадывали викторину по нашему городу, по всем памятникам, по улицам. Что тебе понравилось? Мне понравилось сегодня, что я узнала те улицы, которые ещё не знала. И мне понравилось, что вся эта игра просто интересна была. На первой в этом году встрече в летнем читальном зале для ребят подготовили краеведческую программу «Я в этом городе живу, я этот город познаю». Отдельное внимание уделили природе родного города. Всем присутствующим вручили специальные флайеры. Такие будут раздавать на каждой встрече. Самый активный летний читатель, собравший наибольшее число памяток или флайеров, сможет стать участником городского конкурса «Читатель года-2023» и будет внесён в Книгу почёта библиотеки. Теперь наши встречи будут постоянными. В течение всего летнего сезона мы будем ждать горожан. 16 до 18 часов дня каждый четверг на площадке рядом со зданием библиотеки, центральной городской библиотеки Маяковского на Мира-4. Следующую игровую программу посвятят Международному олимпийскому дню. Юных саровчан ждут навстречу «Выбирай спорт, выбирай здоровье». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.